Всех-всех приветствую на моем канале Сам Сибир режиссер. Меня зовут Ольга. Вот столько времени. Я в преддверии прогулочки, но решила немножечко тут еще полякать. Сегодня уже четвертая, то я вчера все пророчила, что четвертая. Сегодня четвертый понедельник, четвертая марта 24 года. Высна, господа. Ой, господа. Тает понемножечку. Не очень, но так чувствуется по ветру. Мы вчера немножко прогулялись, потому что ветер свистит, гудит. Это только надо туда, между казармами зайдешь, в воинской части. Там не так свистит. А как вышла на открытые местные, свистит, шумит, телефонит. Сегодня я послушала «Эмпатия Манучи». С Иваном Ахлобыстином была передача. Умный человек, конечно. Все позиции весны. Совсем я согласна, как русский человек. Его позиция, кто уехал, кто приехал. У меня точно такая же позиция. Но кто хочет, послушайте, если захотите. А так-то больше никого я не слышала. Обзорщица была тут. Немножечко я ее отключила. Это, понимаете, знаете, вот обзорщики, это вот как... Ну, если от начала до конца они разбирают полностью видео другого блогера, то получается, что, как, знаете, раньше бабушки на лавочке сидели, и вот пройдет какая-нибудь девушка или парень, или там женщина, и вот они кости моют от начала до конца. Как где родилась, что делала, где работала, сколько мужей было, и куда дети делись, или где-то дети. Ну, все. Вот обзорщики, вот как сплетники. Можно, конечно, но это у них такая работа, полностью обзор. А я тоже, вот если кого-то увижу, пару слов говорю. Мне вот это понравилось, мне понравилась ли вот эта тема, понравилась ли, не понравилась. Ну, что полностью от ада я рассудить? Почему она так сняла? Почему она так сказала? Вот надо вот так вот, почему они не понимают? Ну, свою же голову никому не вставишь. И я отключила. Тем более она сидит, черт его знает, где, прости господи, не на своей земле. И оттуда для себя патриота строить, это как-то, по меньшей мере, недоумеваю. Смешно не скажешь, но недоумение. Ну, и понимаешь, что человек когда-то удрал со своей земли, искал лучше жизни, больше денег, всего-всего, чтобы больше было. А теперь, значит, так радеют, так радеют, что ж там люди. И, главное, всех украинцев она считает, что над всеми украинцами издеваются вот в этой войне. Над всеми, над народом. Ну, конечно, ей надо, наверное, так говорится, немножко себя патриота построить. Никто, украинский народ, не мурыжит, не специально, не уничтожает. Просто украинский народ молча сидит, обычный обыватель. Ну, а хунта ихняя, которая собрала нацистов, всех наколонных наркоманов, этих азовцев, которых посадили под землю, этажей, наверное, пять вниз, под бетоном. И дали им указ стоять на смерть. Но это же не украинский народ, потому что даже не хотят на войну идти украинские мужчины. Их как-то заставляют, как-то даже на работу устраиваются там, через военкомат, чтобы они были все на глазах, учтены. Нет, нацизм и Украина — это разные вещи. Но кто в своей стране пофигисты и только свою хату знают, свой кошелек и даже не смотрят, что бомбят соседнюю область, утюжат. И молчат, и говорят, что так и надо. Наверное, так. Да, опять у меня, конечно. Ну, потому что вот как вот послушаешь, вот это же оно и настроение, это и есть. И хочется тоже сказать пару слов на эту тему. Ну, потому что это самая актуальная сейчас тема. Ну, что, сидим поварешками, стучим, какие-то драники делаем, хихикаем, что-то такое на отвлеченную тему. Ну, украинские стрепухи еще иногда скажут. Ой, как тяжело под вой сирены жить, как тяжело, когда ракета летит. Вот, господи, сидят. Ну, а когда Донбасс долбили, то почему-то никто ничего не ахал. А, над ними же не летело, господи, я забыла. Над ними же ракеты не летели и сирены не выли. Там просто расстреливали людей, поджигали хаты. Только потому, что они хотели на русском языке говорить. Это закон такой вышел, а они не согласились. Говорят, вся Украина на русском. В обиходе. Но в школу ты не пойдешь на русском языке учиться дальше, не пойдешь на русском. И работать. Обязательно знать украинский язык в совершенстве. Не вот это шо, а именно украинский язык. Ну, там сколько раз я говорила. Там жили люди, спокон веку, русскоязычные. И как они уже перестроиться смогут, все кинуться изучать этот язык. Это вообще незаконные были переизбранные президенты, переизбиранные. Ну, в общем, там такая, тут оранжевая революция. Ведь что, Украина не знала, что в Одессе в Доме профсоюза сжигали людей, они выкидывались соком. Это же есть, это же есть видео. Ну, вот зашел, за тему захватили опять эта вечеринка голая. Оно бы так и ничего бы. Наверное, это не одно это мероприятие. Было такое разнузнанное, как насмешку СВО, как вроде бы. Там же люди погибают, а здесь они, значит, своими телесами потрясают. Ну, понимаете, тот, кто воюет, у них же телефоны есть. Они могут, они открыли, посмотрели. И задались вопросом, и привлекли людей, спросили, почему так? Людей ответственных за порядок в стране, за воспитание народа. Ну, хоть не народа. Какие-то ждалные приличия быть, все равно. Вот ведь Ивлеева это, видите, если бы не Ивлеева, так бы никто и не знал. Ну, и Донецк еще сейчас очень обижаются, что у них край Донецкий, как прачечная. Всех провинившихся туда и летят, денежек привезут, немножко повыступают, что-то там скажут, как Киркоров съездил, и все будет нормально. Они говорят, что вы нам посылаете всех этих обиженных, всех этих трясущихся за свою шкуру, чтобы у них не отняли ни звания, дали дорогу на выступление. Зачем нам? Видимо, там ропчут, потому что Хлобыстин там был. Ему лично это говорили. А они же приезжают, рассказывают вышестоящим там. Ну, президент в курсе, я так думаю. Ну, вот как-то, видите, опять про это вот. Да потому что, ну как, ну как, ну как про это все молчат? Все боятся, что видео забанят или что, не знаю. Значит, тоже такие же пофигисты, тоже так же. Ой, СВО, это не мое. Ой, я не в политике. Ой, я не в политике. А то, что там воюют наши рядом живущие когда-то люди, сколько попогибли. Вот это, ой, 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 я не про политику. Ой, я про кашу маму. Как сварить кашу маму? Смотрите, ребята, как пирожки испечь. Все пирожки пекут. Что их показывать? Ну, мы показываем. Все равно я тоже показала. Ну, не значит, что только это. Что-то ж надо и рассказать своих рассуждений на эту тему все равно. Но, с другой стороны, я подумала. Очень в Ютубе, вот сколько я смотрю, эти женщины, кто стряпает. Ну, не беру иностранных, Германия, там, Америка, тех не мил. Наших стряпух. С Урала, Сибири, там, ну, отовсюду РФР, РФ, РФ наша Российская Федерация. Все могла грамотные. То повара, то дворники, технички, домохозяйки, но эрудированных нет. Есть, может быть. Может, я кого-то не видела. Вот. Как-то, знаете, им это очень тяжело понять и скучно. Им это скучно смотреть. Вот я смотрю, политика одна рассказывает, женщина на новостях у нас в России, ну, международные новости. И у нее всего 30 тысяч подписчиков. А тот, кто скачет и показывает маму голую и рассказывает про своих братьев и сестер вещи, которые он знает один. И это бывает, что в детстве или что-то там по глупости. Ну, все такое выворачивает грязное белье. У тех уже до миллиона скоро дойдет. Вот тех смотрят. Значит, какое вот можно сделать? Что у нас в России интересно только вот грязное белье. И когда говорят о чем-то возвышенном, о том, почему так случилось, до чего мы так дошли, никому это не интересно. Никому. Вот бывает еще видео, смотришь, женщина начинает показывать. Вот я вот это купила, вот у меня вот такая ложечка, вот у меня такая чашечка. Как-то так. Так интересно, думаю. Ну, у всех ложки чашки вроде есть. Ну, есть просто, это по-разному можно сказать, по-разному преподнести. Или что раньше ничего не было, сейчас человек. Ну, в общем, у нас очень женщины такие, что им хочется снять, заработать денежку. И они зарабатывают хоть небольшую, не знаю, выводят они или не выводят эти деньги. Потому что заработать-то можно, а вывести их сложно. Ну, стараются, снимают. Ну, что могут, то и снимают, конечно. Ну, что тут говорить. Ни у кого чувство ответственности, такой, знаете, острой необходимости поддержать воюющих. Даже я знаю, один блогер у нее на войну из семьи двое ушло. И она только знает, что продала, что купила. Ну, вот такое вот всякое. Ну, не обязательно же рассказывать там. Потому что нельзя же рассказывать, если они что-то и пишут с фронта. Ну, они заработают денежки и, конечно, помогут этим семьям. Наверное, так. Ну, надоело мне, стряпню, конечно, смотреть вот эти все. Речь не связанная. Рассказать даже. Рассказывают. Вот рассказы им люди пишут. И неинтересно ходят, как-то вот двигают. Ну, не знаю я, неинтересно. Вот сейчас смотрела, только начала смотреть вот эту обозревательницу новостей. Женщина в годах, наверное, как я. Она вроде быстрая, только у нее все время, она нас подсматривает там. И вот, да, 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 и хохочет. Да, да. И всегда одно и то же, понимаете. Ну, как же так-то нельзя. Это если ты раз-то смотрел, а если ты за дня в день, она каждый день снимает. Представляете, вот это одно и то же. И новости третий день одни и те же, только с разных сторон она их рассказывает. Ну, я уже вчера, по-моему, говорила. Поэтому надо смотреть-то мне вот сегодня, я даже не стала и открывать эти такие вот, на кого была подписана, там некоторые подписки убрала, до того что-то это. У меня женщина, она написала тоже. Вчера, я даже читаю. Алена, как это ее звать, по-моему, Алена. И я смотрю ваше видео, вроде ничего там такое сверхъестественного нет. Ну, я смотрю, я, конечно, свою интонацию сюда влаживаю. Ну, я так представляю, может, она так и говорит. Написано и сказать можно по-разному. Ну, я смотрю и вечером слушаю. У меня смотреть-то нечего, я только говорю. И я слушаю вечером и засыпаю под ваше видео. Ой, я так обрадовалась, думаю, хоть одна польза от моего видео. Я тоже часто включаю вот даже или аудиокниги, или вот действительно видео чего-нибудь. И действительно тоже просыпаюсь утром и смотрю, где же я заснула. Я же помню. Что-то говорила, говорила. А что-то оно у меня отключилось. А почему отключилось, не знаю. Я же говорила про эту женщину. Не знаю. Сейчас только обратила внимание, что у меня иконка выскочила вместо кругляшка. Да, вот под моё видео одна женщина хорошо засыпает. Я ей рада. Молодец. Спасибо ей. Ну, ладно. Что же. Одно и то же-то, конечно, говорить очень много у нас сегодня. Вот сколько градусов. Одиннадцать. Чем я сегодня занималась утром? А чем? А чем действительно? Больши есть. Я картошку на вечер начистила. Поджарила три рыбёшечки на ваге. И готов накормила. Вот мы с Наташей ездили. Взяли авокадо. А оно как камень. Да ещё и горькое. Кто его ест? Авокадо, авокадо. Он валяется, надо выкинуть. Не знаю. Мы ж не ели никогда такое. Не в детстве. Не авокадо, авокадо. Господи, что знать. Да у черепы нашей поесть. Наверное, так. Это малиновое варенье мы брали уже второй раз. Это уже закончилось. Молодюша такая коробочка. И мы ещё две такие взяли. Это мы в субботу, когда ездили. Виноград доедаем. Без косточек. Но не спелый. Как-то... Как недоспелый. Хотела собачий корм показать. Но он так далеко. Вот такой. Один раз поела собакой. Больше не хочет. Беда какая. Молочного набрали. А розочки начинают проклевываться. Да, йогуртов набрали. Сейчас покажу, какой мне не понравился. Ну вот, если кто-то такой увидит йогурт. На любителя. Берите одну баночку на пробу. Я, как это, взяла две. Не понравился. Написано «Амурский йогурт». Я думала, это Благовещенский. Потому что Благовещенское люблю. А когда прочитала, тут написано «Хабаровский край, район имени Лозо, село Дрофа, улица Центральная». Чёрт-те что. Лозо, имени Лозо. Это, кажется, Хабаровский край. И вот я открыла, немножечко попробовала. Мне не понравилось. Во-первых, жидкие. Во-вторых, никакая тут не апельсин, манго. Тут чуть-чуть какой-то там снегью припахивает. Кусочков я не увидела. Тут написано «С кусочками». Где там кусочки, я не увидела. Нету. И полтора процента я не разглядела. Ну, это по-моему, можно сказать. Ну, а стоит, как сметана. 50 с чем-то рублей, по-моему. Амурский йогурт. Вот какой же это амурский. Амурский, я считаю, что это благовещенство. Все к этому амуру хотят прилизаться. Но мне не понравилось. Всё, больше брать не буду. Грета у нас опять ничего не ела. Вот я мясо унесла. Хотела вам показать, какие я обрези купила для... Мы с Наташей купили для собаки. Хорошие обрези, свеженькие. Просто они мясо хотят, хороший кусочек, чтобы он выглядел. Они краешки так обрезают. И собаки нормально. Я их вот этими обрезями накормила. Забыла. И унесла. Грета так и не ест. Грета, мы с тобой гулять. Пойдём? Иду к тебе. Пойдём гулять? Пойдём гулять. Лежит, мясо наелось. Вот сырым накормила мясом. Такое мясо там. На сале небольшие кусочки мяса. Свинина. Поела хорошо. Чего? Не хочешь гулять? Гулять не идём? Устихла. Пойдём погуляем. Какая розочка. Уже много лет ей стоит. Шары уже потихонечку начинают. Балкон ещё не прибирала. В общем, там хватает. Надо всё. Всё прибраться. Ну, пока морозы. Ладно, ещё потерпим. Цветочек бедненький. Говорят, он одноразовый. Вот, зацветёт вот это. Отцветает. И всё на этом. Ну, вроде есть вот детки. Может быть, детки вот... А как их отсадить? Я не знаю. Я первый раз такой цветок умерла. Ну, вот срезала бегонью. И на кусочки сюда воткнула. А здесь вот корешок оставила. Вот. Ой. Ну, вот как-то так. Завтра ещё. Я сегодня чуть-чуть только кастрюли раскидала. Чтоб встать можно было куда-то. Сегодня не сделала ничего. Путь не ваяна там в балконе. Ужас. Там и хлеб в кастрюлях. Там всё. Мясо Греттона. И с кастрюли Греттоны. Алиса, какая сегодня погода. Сейчас в Комсомольске-на-Амуре минус одиннадцать. Облачно, с пояснениями. Снег начнётся через три часа и закончится ночью. Вечером минус тринадцать, а ночью минус девятнадцать. Ожидается небольшой снег. Спасибо, Алиса. И вам спасибо. Вы делаете меня счастливой. Хе-хе-хе. Ждистка. Алиса, пойдём с нами гулять. Я всегда с вами. А куда пойдём? На улицу? На улицу пойдём. А вы куртку взяли с собой? Да мы шубу даже взяли. Не то что куртку. Хорошо, что есть шуба. А шапку не взяли? Шуба с капюшоном. К сожалению. Ну, пошли. Пройдёмся. Рядом. Рядом, брата. Тихоньку. Пошли мы в воинскую часть. Пройдёмся здесь. Куда? Куда? Стоять. Рядом, Грета. Грета. Рядом. Такая крутая горка. Такая крутая горка. Она не понимает, мы никогда туда не ходили. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Поэтому я тебя не отцепляю. Куда ты? Нет, не домой. Пошли. Гуляем. Не знаю, это ни разу не ходили. Пошли, пошли, пошли. Сюда пойдём. Нет. По дороге. Нет, 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 нет. Сюда. Сюда. Грета. Грета. Ой, путается. Пошли. Я тебя снимаю только. Вот здесь пройдём между домами. И домой пойдём. Ты никуда не рвёшься. Вот с окна этих гаражей, видать. Вот сарайчик Наташин. Там слаживаем всё, что не нужно, чтобы потом выбросить. Но пока жалко. Картошку туда его весной осенью сгрузили, привезли с Наташей. Потом гараж уже перегрузили в зимний. Она не понимает, куда я её иду. Вот так вот. Вот так от Грета. Что-то мы с тобой не туда вышли. Давай здесь пойдём. Сюда, встай, встай, встай. Пускать не буду, тут собак много. Люди ходят. Бог тебя знает. Начнёшь лавить. Перепугаешься. Здрасте. 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 Пустит. Вроде никого нет. Народу. Пусть пробежится. Бедненькая. Если что, позову, прицеплю. Да, Грета? Скорчёшь, я так на поводке буду. Не пробежаться, ничего. Меня тащит. Я бегу. Рядом, Грета, рядом. Рядом. Не тащи меня. Вроде никого нет. Ну, подожди. Ну, подожди. Подожди, Грета, подожди. Карабин. Полетела, полетела. Довольно. Ну, если уж сильно где-то насчёт плохо себя вести, я её зову, она подбегает. Прицеплю. Ой, сколько собак. А, там свои собаки. Все караулят свою территорию. Она зря отцепила. А мы сейчас быстро пройдём. Ну, чего, чего. Никто вас не трогает. Никто вас не трогает. Ух ты какой, ух ты какой. Ух, ух. Какой шердитый. Ух, ух, ух. Ветер сильный. Чё, Грета, в непонятках? В непонятках. А я в таких домах не было. А, ещё выскочили. Ещё выскочили. Ой, Боже мой. О, всех перепугали. А вот дорога. Вот дорога. Тут уж какая-то горка была. Вот ещё гор. Ой, не знаешь, как её выйти отсюда. Тут, что ли, уйти? Нет. 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 Ой, надо, надо, выйти. О, тоже вышел, сидит. Надо на дорожку выйти. Уже знакомиться бежит, уже пищит. Знакомиться надо ей. ДОС номер 13. Вот, что-то копают. Что-то тут случилось. Вот, видите? Целый городок. У меня с окна этого не видно. Мне интересно. ДОС номер 13. МОН. Угу. 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 Пошли, да? Ух ты! Что-то тут уют. А вот вода. Речка была. Ух ты! Все залито. 13-й туз. И залито. Там вот частный домик. Дача, наверное. А мы вот там вот гуляли по красавам. О, какая гора снега. Она говорит, что далеко от меня не уходит. Молодец. Вон наш дом за этим домом. А вот дорога, по которой... Ну, мы сюда еще не ходили вдоль дороги. Вон там кругом только ходили до магазина. А здесь не были. Машина на приколе. Ой, ужас какой. Еще и гаражи есть. Стоят такие же. Старые. О, господи, что-то. Он кругом все налит. Кругом налит все. Вот так где-то свистало тут. Вон копают. Устранили. О, где-то дача, видите? В дачу чья-то. Калитка. Ходят, смотрю, там тропинка даже. Ходят. Ветер, наверное, свистит здесь. Здесь бурья минула. А вот тоже дачки, пожалуйста. Вот это. Где только могут люди разрабатывать земли. Кусочки земли и для зелени я хотела. Зелеть. Это отличное здание. Это панельное. О, кто-то. Вот так все приехал. Тут страшно. Тут все. Вот, как я камеру смотрю. Надо под ноги. Дай бог. Пошла. Лучше бы я в воинскую часть пошла. Грета. Грета. Куда ты? Пошли. Не хочет. Это десятый дождь. Вот так вот. Все рядом. Вот из этого желтого дома мы гуляли. Вон, дорога идет. Десятые. Дненадцатые. Досы. Дом ветерского состава. Возле нас восьмой-девятый. Да прямо возле нас там. На углу. Это же далеко. Как это они рассчитывают. Вот как-то. Это кирпичный. Хорошая новая площадка. А, блин, говорят, пройдем, да домой пойдем. Грета не особо расположена гулять. В ту сторону она вообще боится ходить. Как в магазин идем, так она хлюздит. Убегает. Пятый дус, смотрю. Пятый, что ли, пятерка. Как-то они по порядку. Номера. Все. Деланы. Вон, наши дети, этажка, видно, из окна, которая. И вон наш дом. О, приблизил. Наш дом. Где-то этажка. Вот она, восьмая. А здесь десятая, одиннадцатая. Интересно. Грета, пошли! Грета! Не хочет на эту сторону. Сейчас я пойду. Я верну. Не буду я ее стрессовать. Ой, наледь. Сплошная наледь. Господи, хоть бы ноги мне обломать. Ну, так в магазин находим. Ну, не сейчас. Когда захотим, пройтись туда поем. По теплу. И там рыночек есть еще. Ну, что на рыночках. Ну, что, на рыночках, на цепени катаются. Ну, что себе. Ветер холодненький. Ветер холодненький. Вдох с номер пять. Так и копают. В прошлом году все копали. О, и в этом году копают. Лента болтается. Лента болтается или с прошлого года болтается. Ветер холодненький. Вот. Эти короба эти сделали. А там яма. Ветер холодненький. А, вот трасса. Вот трасса. Вот. Мы едем с Латашей всегда в город. Вот по этой трассе. Все рядышком. Город большой, конечно. Все равно здесь. Дачка рядом стоит. Домик. Ну, когда-то жили люди. А когда выстроили, копаются. Что, не пойдем дальше? Да? Ну, пойдем здесь. Пойдем здесь и выйдем до дома. Она уже домой бежит. Ужаскачка дня. Ой, скользко. Ух ты, ух ты, ух ты. У нас поле зрения не выпустит. Вроде бежит куда-то и надо. Потом смотрит, куда я пошла. И догоняет. Так играет она. Одиннадцать и десятый. Пяблика, кто родным врут. Наш второй. О, еще одна. Почерявенькая. Видишь, почерявенькая такая. Играются. Сейчас. Сейчас пройдем сюда и домой пойдем. Больше одеваемся. Что-то я так прокопошилась. То по мелочи то, то то ничего не варила сегодня. Рыбы только поджарила. Ну, там десять минут. Ее утром почистила. Думала. Ну, что у вас есть. Вот и трасса. И здесь что-то разрыли. Здесь роют. Иblic fabulous. Аначеic. Эххххххх. Последний год ми не пошли на «Лыч'я. Решили здесь пройтись. вот здесь под трубу пролезают люди и на той стороне дачки тоже такие земли разработали себе там клочок земли копаются жильцы вот этих домов что бы им не покопаться я уже не пойду там трасса сразу выскочить на трассу мы уже здесь были, показывала я так пролазишь вот и трасса Грета, пошли, пошли, Грета Грета, не надо туда ходить что тебе всякие машины едут ну да надо деньги на все это, чтобы дворника нанять сейчас какая-то управляющая компания совсем ничего не хочет средств нет плохо люди за квартплату платят коммуналке за коммуналку говорят, никто ничего не убирает зачем мы будем платить а тебе, говорят, вы не плодите за что мы будем убирать и вот все по кругу ну зимой, видите, еще хоть снег припорошил а летом земля оголится видите, как треснулась как строили крыльцо, что оно отошло тут какой-то то ли что было парикмахерская ну забросили, видно, видно, что забросили наверное, толку с нее нету парикмахерская ну я уже как-то говорила никому ее не продали ну тут очень сложно тут что-то продать все такое неухоженное все такое требует ремонта кому надо эту головную боль покупать у кого деньги есть, они получат себе купят а у кого нет у них и этих нет денег пройдемся дальше вот магазин магазинчик вот там больше народу здесь дай бог говорит, а насчет облаивать здесь можем подняться накатано, накатано все прямо так всего вот 20 минут прошлись по всему городку считай ну не по всему, конечно тропиночку вытоптали пойдем здесь ну блин, какой засохший кругом кто бы его вырывал кто б следил заросшийся заросшийся а ветер какой видишь, ветер какой солнце вот этот вот да, кто здесь служил говорят что было очень хорошо красиво выхожено а теперь-то а вот окно открывает тепло тоже кирпичные остальные хорошо кирпичные, но дикие не знаю, если я так думаю хоть я и не строитель ой, здесь не поднимано ой, ой, ой грозная грозная ой 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 грозная как она у нас на машине где-то давай гляди по лапам проедут наш домик вот был магазин военторг просто с него осталось военторги всегда были хорошие продукты вещи ух 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 какой грозный грета не ходи на дорогу грета грета иди сюда иди сюда иди сюда ой 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 вот маленькая прицепилась играть с ней не лает играет вот та-то вот лает что-то что ей надо ей надо лаять агрессию проявить а это маленькая не играет бегает все куда можешь нацелилась все она не хочет домой оглядывать домой грета грет где сюда грета ко мне ко мне ко мне ко мне иди иди моя хорошая все 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 грета рядом рядом все домой уже пришли телефон спрятать все так как после бомбежки никому не нужны эти здания их тогда отапливать платить выхлопа не будет все на машинах город едут сам березакупаются никто не будет сюда одна маленьких магазинчика есть экстренных если что-то не купил то что у машины нет и на автобусе в город едут не будет никто покупать эти площади не рентабельно население тут не очень-то зажиточное денежек нет покупательная способность мало пока пока будьте счастливы пусть у вас всех будет хорошо всех кто слушает меня кто не слушает всем желаю добра и счастья дай Бог Бог все у нас утряслось чтоб люди помирились а у начальства чтобы на место стала голова и у нацистов опустились руки что-либо творить пока-пока